Вот уж действительно пути Господни неисповедимы. Прошла информация, что Гинсбург сообщил о заражении омикроном. И информация следующего характера. Я сейчас немножко дам вам то, что он сказал, а потом выскажу свою точку зрения, исходя из астрологических данных. Значит так, пишут, что у главы центра имени Гамалея Александра Гинсбурга после поездки за границу выявили антитела к новому штамму коронавирусной инфекции омикрон. Передают РИА новости. То, что после заражения он не болел, микробиолог связывает с тем, что был вакцинирован спутником 5. «Те, кто привит спутником, скорее всего, не заболеют коронавирусом, вызванным штаммом омикрон, и, может быть, не узнают, что они переболели, пока не сдадут антитела и не посмотрят в вирус с нейтрализацией на омикроне», сказал Гинсбург. Я не буду дальше читать, потому что это бесполезно. Если раньше были в роли неких пропагандистов актеры, я не отрицаю болезнь. Болезнь есть, и она действительно жестока, и тяжело после нее восстановиться. Но хочется выразить поддержку этому товарищу, и в то же время стоит блокировочка. Что происходит? Во-первых, дорогие мои, то, что я говорила, все сбывается и уже сбылось даже раньше, чем надо. Но я говорила, что к концу января все начнет развязываться. Голикова уже во всеуслышание произнесла, что QR-коды откладываются на неопределенное время. И я посмотрела ее натальную карту, посмотрела ее прогнозы, анализ личности глянула. Ну вот еще думаю, делать или не делать. Но что интересно? Интересно то, что и Голикова, и этот пресловутый Гинсбург, они в этом году пройдут один и тот же путь. Я потом еще гляну кармические узлы, где и как будут проходить проработку, где они будут прорабатываться. Это, кстати, очень важно, какой сектор жизни они заденут. Но то, что касается здоровья, вообще в целом 2022 год для Гинсбурга не совсем хорош. Очень даже не совсем хорош. Это период действительно заболеваний. И то, что сейчас сказали, что он там заболел, и он это все перенес бессимптомно, все начнет более жестко проигрываться в феврале месяце. И здесь, конечно же, большую роль сыграет стресс. Во-первых, все заболевания, дорогие мои, когда я смотрю, а вы можете зайти в плейлист здоровья, мои стримы посмотреть. Я раньше очень много давала информации по здоровью. Но, мои хорошие, у нас все расписано. Мы объект некой компьютерной системы, некого проекта, который называется «Жители Земли». И у нас у всех все предраспределено. То есть все у нас есть заложено. Заболеть – значит заболеть. И подарки, и наказания, и какие-то суды, какие-то разборки. Так вот, у Голиковой прослеживается, и эта же ситуация прослеживается у Гинсбурга. Не очень-то сладко ему будет. И до марта точно. Ну, а дальше там уже с апреля, даже вообще по большому счету январь месяц, вот эта ситуация, о которой он сказал, это начало некого разрушения. Это начало некой блокировки. Это начало периода, когда, знаете как, внутренний кризис, слабое здоровье, тяга к греховной деятельности. А тяга к греховной деятельности весь период, я посмотрела, это именно вот эти вещи, которые он производил. Что-то там не то, понимаете? Препятствия в путешествиях, они есть, и никуда нельзя, и ни в коем случае запрещено ехать. Это очень трудный период в жизни, и он будет особенно жестко проигрываться весь год. То есть пришло время, знаете, как карма – это действие. И в том или ином секторе она всегда работает, она проигрывает, цепляет тех или иных людей. Но здесь, простите, человек затронул целую нацию. Целую нацию. Я очень часто думаю над тем, чем я занимаюсь. И единственное, что как бы меня еще держит, и я по-прежнему даю, это то, что я стараюсь быть объективной. Я стараюсь не быть агрессивной. Очень часто мне вы пишете в комментариях, да как вы можете, так ласково и так далее. Я не хочу. Я не хочу быть судьей. А делать выводы каждому… Каждый делает выводы, как хочет. И, может быть, и есть моя задача – это подать материал, знаете, как говорится, мягко, лояльно, локально, может быть, сдержанно где-то даже, даже слишком сдержанно. Ну, а судьи? Судьи найдутся. Ну, а судьи кто? Ну, увидим дальше. Давайте-ка продолжим. Это период жизни, который действительно принесет определенные осложнения в жизни. Что касается здоровья, да, есть проблемы со здоровьем, и они очень сильно начнут о себе кричать. Во-первых, он уже мужчина в возрасте. Они в первую очередь, они зацепят в этом году дом, где он живет. Это, кстати, может быть квартира. Это могут быть именно его жилье, да, а может быть в целом здесь и страна. Здесь тоже такое возможно. И здесь, конечно же, кармические узлы, они требуют не спасать человечество, а уделить внимание своей семье, домашнему очагу, как говорили раньше, найти некое взаимопонимание, потому что там, дорогие мои, там война и немцы в доме. Там такое противостояние есть в семье, не все согласны с тем, что происходит. И здесь даже есть указание на то, что он должен кого-то поддержать материально. Вполне возможно, что среди его родственников, близких людей, есть родственники, которых надо поддержать. и, конечно же, если он этого не сделает, то здесь отнимается должность. Но этот узел кармический, он по дому, да, то есть корни дом семья, это могут быть и дети, и жена, и родители, и братья, и сестры, то есть вот именно близкое окружение, он уйдет в начале октября 22-го года, но он уже тянется достаточно долго. И здесь, конечно же, можно потерять должность, и Вселенная спросит по полной программе. И вот, кстати, даже могу сейчас не смотреть Голикову один в один. То же самое. Голикова тоже заболеет, и мы скоро об этом услышим. И у него существует... Он мучается от страха за свое здоровье. Он тоже переболевает всеми существующими и несуществующими болезнями. Появляется некая мнительность по поводу того, что может умереть или же попасть в больницу. А еще у него есть страх. Это суд. Суда. Суд. Суд в таком... Божественный это понятно. А суд в таком прямом смысле слова... В прямом смысле этого слова, простите, запуталось в трех соснах, потому что и то, и другое здесь приемлемо. И изоляция. Здесь может быть как больница, так и тюрьма. И это он прекрасно осознает, и этого очень сильно боится. Это будет продолжаться по апрель месяц. Вот этот страх. Вот этот... Знаете, это период некого... Знаете как? Человек саморазрушается. Потому что если ты, не дай бог, разрушаешь других, значит, ты тоже саморазрушаешься. С мая месяца здесь начнутся разрывы с партнерами. Это раздражительность, это нетерпимость. И прежде всего, к любым оппонентам. Он уже начнет... Ну, я думаю, что мы уже услышим. Если он раньше, может быть, объяснял, рассказывал спокойно, дотошно, так, уважительно, то здесь могут быть уже такие срывы с нотками агрессии. Обольщение в партнерах и вообще здесь может быть его партнеры могут быть источниками его несчастий. И, кстати, такая же ситуация опять же у Голиковой. Опять же, вот один в один такое впечатление, что это две лошадки, которые везли вот этот воз, который... который все-таки уже наполовину, но удалось хотя бы с... Знаете, как говорят... Я буду проще объяснять, потому что у Ютьюба есть свои законы по поводу требования по той или иной информации, но я думаю, что вы знаете, что... О чем я хочу сказать. Поэтому здесь могут быть разбирательства вплоть до судебных разбирательств. И он это... Разбирательство, и он это чувствует, он это знает. И это может случиться в феврале месяце. Это где-то, может, середина февраля месяца, может быть, еще чуть раньше, чуть позже. Но разговоры уже пойдут, и я уверена, что... Хочется сказать, что победили, но я пока об этом не буду. Но то все, что я говорила, оно все-все-все будет иметь действие. Болеть? Болеть мы будем, дорогие мои. Никто не говорит, что мы не будем болеть. У нас у всех четко заложена программа, которая пытается нас повернуть, может быть, к Богу, может быть, к духовности, может быть, действительно почистить человечество. Здесь очень такая тонкая грань, очень тонкая тема, поэтому, пожалуйста, заходите. У меня есть группа в телеграм-канале. Я смотрю, там потихоньку люди добавляются. Мы уже проводили... Я проводила уже один стрим. Нормально. Дело в том, что там вы можете даже общаться со мной, а это здорово. И что касается по здоровью, я буду проводить трансляции, но они могут быть открытыми, могут быть закрытыми. И я уже определилась даже со стоимостью, потому что здоровье, болезни будут. И чтобы получить на весь год раскладочку по своему здоровью, это будет стоить 10 евро. неважно в какой валюте. Вы потом увидите, будет, может быть, спонсирование, может быть, какие-то счета будут, и вы сможете спокойно, скажем так, заниматься своим здоровьем. Но если это будет, конечно же, мы обязательно заболеем. Поверьте, это предначертано. Все зависит от того, в какой степени мы через это пройдем. Так вот, вернемся обратно к Гинсбургу. Сложно ему будет. Потому что это период некой духовности, это период ломки самого человека, то есть его психики, его внутренних каких-то установок. И здесь дружеские отношения, отношения между партнерами, семейная жизнь. Все имеет неприятное предзнаменование. Я не знаю, меня часто упрекают, вот вам надо было послушать, а потом что-то рассказывать. Я не люблю слушать, я не люблю, когда ко мне человек приходит на консультацию и начинает долго о себе рассказывать. Мне это не надо, потому что вот эта информация, которую я могу почерпнуть, услышать от вас, она мне потом мешает. Я должна дать то, чего вы не знаете, потому что у вас своя точка зрения, у меня своя. и потом, конечно же, вот то, что я вам говорю, как часто своим друзьям, клиентам, они это все проецируют на ту информацию, которую они имеют. Ну и, конечно же, оно, знаете, как говорится, все рассосалось, все легло и все совпало. И есть решение проблемы. Поэтому не смотрела, есть у него семья или нет, но там будут проблемы. Я боюсь, что даже, может быть, это будет переписывание какого-то имущества на родственников или еще что-то, ну, вплоть, скажем, до разводов каких-то. Далее. Это партнерские отношения здесь будут трещать по шмам, и все, время кончилось, зарабатывание денег и прочих дивидендов. Что касается материальной сферы, это период убытков и ожидаемые прибыли. они не получат. Клиенты, то бишь, я думаю, что вы, мои дорогие, не платежеспособны. Кредиты, там еще какие-то, дотации, тоже они не получат. И это будут особенно большие убытки в делах, связанных, если говорить о самом Гиннсбурге, с продажей и приобретением недвижимости. Ну, а также с какими-то акциями, капиталовложениями, и так далее. Особенно это будет вот уже с января месяца и в течение всего года. Ну, те же болезни и колени, и все на свете, и спина, и почки, и все, 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 все. Ну, здесь причиной конфликта прежде всего будет жесткое, как же правильно красиво сказать, сухое и жесткое отношение к людям, слишком индивидуалистическая позиция. Вот я уверен, я знаю и все. И здесь истинной причиной будет являться потребность в самозащите. что касается здоровья, заболевания, то это заболевание продлится где-то до середины марта. Затем точно такая же ситуация проиграется где-то с октября, он будет болеть. И вот этот, я, те, кто смотрят постоянно мои материалы, вы уже знаете, я об этом говорю неоднократно. С декабря, вернее, в декабре 20-го года впервые за долгое время была встреча Плутона и Сатурна. Плутон – смерть, Сатурн – жизнь. Ну, я их так характеризую. Мне очень не нравится, когда астрологи, которые считают себя именитыми, они действительно знающие астрологи, и начинают оскорблять других астрологов. Я очень редко использую астрологические данные, у меня есть свое видение ситуации, свое понимание энергетики той или иной планеты, и если вы заметили, то я очень редко даже пользуюсь названиями планет. Я даю совершенно по-другому информацию, но мне претит очень неприятно слушать, а почему? Потому что этих людей ты уважаешь, и вдруг они выходят, и я всегда говорю, значит, у вас, ребят, думаю, плохо идут дела, раз вы начинаете кидать камень в огород других начинающих астрологов. Но если астролог другой дает информацию по урану, который идет, я не знаю, через знак тельца, а куда же он его должен пустить, чтобы не повторяться? Ну, конечно же, названия одни и те же. Так вот, здесь будет происходить некое такое, знаете, казало-мазало друг на друга перекладывание. И я говорила в 20-м году, но выражение, выражение это принадлежит только мне. Когда Сатурн с Плутоном встретились в декабре 22-го года, они, конечно же, дальше начали не только создавать квадратуру в отношении некоторых людей, в жизни людей. То есть, квадратура, я ее всегда объясняю следующим образом. Это похоже, как человек находится в тоннеле. Куда идти? Это квадратура, квадрат. И налево пойдешь, там Плутон, направо пойдешь, там Сатурн, ты находишься посредине. Куда ты пойдешь? Вот теперь, пожалуйста, думай. И это достаточно жесткий период в нашей жизни, и так или иначе, конечно же, нас всех через вот этот коридор пропустят. Так вот, Гинсбург он попадает в этот коридор, если его можно назвать, в эту квадратуру, но он еще становится и в оппозицию. То есть, здесь еще и оппозиция Сатурна к Плутону, то есть, духовность начинает спорить со смертью. И с какой стороны стоит наш оппонент, о котором я рассказываю, ну, я думаю, что вы сами сделаете выводы. Поэтому здесь и положение на работе, и власть, которую он имел, и здесь он будет вынужден, это время, которое будет требовать силы воли. Это не конструктивная затрата энергии. И здесь он может, конечно же, конкретно расплатиться здоровьем. В 2022 году это будет проигрываться, я уже сказала, с января месяца. на таком, знаете, как вяло текущем периоде будет в марте, но уже к концу марта это будет слышно, и будут идти разговоры. Это будет май, июнь, это август будет достаточно сложным. Ну, и с октября месяца мы уйдем в 2023 год. Очень сложный для него период. Это период, это тяжелый период, это период навязывания чужой воли, чужих решений, это период борьбы интересов, это столкновение амбиции, это борьба за власть, это борьба за сферу влияния, и этот период может для него оказаться достаточно кризисным как для политика, как для бизнесмена, его пока все-таки идет, я его характеризую политик, крупный бизнесмен, промышленник, администратор, а дальше ученый, то есть ученый где-то там, знаете, далеко, но это, простите, моя точка зрения, я предполагаю, это мое предположение, ну, мы сейчас должны быть аккуратны в каких-то высказываниях, и, да, он может оказаться в режиме секретности, повышенной опасности, конфликты с окружением, с руководством, столкновения с официальными структурами, тайными организациями, какие-то юридические препятствия, много, много, много всего, кстати, не исключена возможность угроз, вымогательства, рэкета, насилия, поэтому я ему не завидую, ну, я знаю только одно, что всегда за все надо платить, я потом еще гляну кармические узлы, обязательно, и здесь, знаете, он может стать жертвой нежелательного энергетического воздействия, и именно сейчас, на данном этапе, вот сейчас, он чувствует себя раздавленным, он настолько уязвим, что я боюсь, что если сильные люди в эзотерике или еще в других каких-то науках встанут против него, то он не выстоит, у него нет защиты, его, знаете, как, он остался беззащитен, тот же Плутон, он начал уступать Сатурну, а это хорошо, потому что Сатурн, он всегда сдерживает, он сдерживает, и переступить через Сатурна нельзя, но он боится ощущения опасности, страха смерти, тяжелые раздумья, вот этот период, он будет проходить некую такую, знаете, подсознание, сознание, логика, вот здесь ничего не работает, здесь надо будет обратить, конечно же, внимание на возникновение необычных психических реакций, симптомы, и психические заболевания, будут учащаться, учащаться приступы, припадки, то есть человек, что такое припадки, это не значит, что человек бьется в конвульсии, хотя это тоже возможно, но здесь больше будет проигрываться ситуация, когда человек не может остановиться, это его волнует, это его не устраивает, и он пытается доказать, то, что интерес к смерти и столкновения со смертью других людей, других людей, уже дало здесь я могу сказать так, может дать серьезные нарушения, я поправлюсь, я предполагаю, потому что то, что произошло, столько людей ушло, здесь, конечно, психический человек, сложно будет ему в этом выжить, в течение всего этого периода сохраняется опасность тяжелых отравлений, опасные заболевания, есть указания, переломы, несчастные случаи, особенно, кстати, в результате аварий, каких-то катаклизмов, катаклизмов, ну и в целом, несмотря на то, что он 51-го года, я смотрю, здесь еще каждый год, или если не каждый год, то через какой-то период мы всегда в таком возрасте чувствуем климактерическую перестройку организма, сбой гормональный, да, и один год мы прожили, мы не почувствовали, потому что нас оберегали, нам помогала вселенная, наши ангелы-хранители даны, все это, дорогие мои, есть, все это есть, и если кто-то не верит, лучше уйдите, просто уйдите с канала и забудьте, и это все есть, а бывает иногда очень тяжело, и нас, знаете, как мы нервничаем, мы психуем, нас носит, мы чуть ли не падаем в обмороке, так вот, такая ситуация, конечно, у него тоже есть, есть, ну, что я могу сказать, то, что он заболел, это как бы спланировано вселенной, да, то есть, конечно, он мог этого избежать, но вот все, он уже прожил некий отрезок, судьбоносный отрезок жизни, и здесь, к сожалению, ничего не сделаешь, давайте посмотрим по кармическим узлам, что касается, ну, здесь, кстати, что касается его лично, то здесь, с одной стороны, есть энергетический вроде как бы всплеск, вот дальше, дальше, дальше что-то надо делать, а это человек дело, а энергии не будет хватать, нет энергии, и все, туманность там присутствует, уже это понятно, так, я уже сказала, что по сентябрь месяц здесь будет, работать кармические узлы по, там, где он живет, со своими родственниками, и если они будут, затрагивают корни дом, семья, это и недвижимость, это и здоровье родственников, это и раздел, все, что хочешь, и здесь, конечно же, он должен, я уже говорила ранее, он должен где-то кому-то помочь, где-то кого-то выходить, за кем-то присмотреть, кому-то помочь, но в противном случае, это будет, еще цепляет карьеру, то есть, по большому счету, он давно уже должен был уделить больше внимания своим близким людям, ну, а проигрываться более жестко, это начнется уже в сентябре, и тоже с сентября месяца до конца года, именно заденет вот эту сферу, и заденет его, знаете, как говорят, его понимание ситуации, его ум, переработка информации, здесь тоже будет кармический узел, и этот кармический узел, он, конечно же, с него спросит, потому что здесь может быть и помутнение, так, сейчас, с октября месяца, он будет гореть, прям, что вы, и здесь подсознательные процессы, то, что я очень часто говорю, ну, что здесь может быть, здесь может быть все, что угодно, человек может попасть в изоляцию, человек может не выйти из того штопора, в который он вошел, и здесь и планета счастья, если кому-то интересно, против, здесь и Сатурн опять с Плутоном в противостоянии, здесь Нептун, такой, знаете, туманный, пьяный, если можно сказать, со злым Марсом, здесь Уран в не совсем хорошей позиции с Солнцем, вообще, год достаточно сложный, и год достаточно непредсказуемый. Дорогие мои, исходя из ваших комментариев, если вам будет интересно, вы можете, пожалуйста, пишите, я тогда буду делать некие вам материалы, о ком бы вы хотели узнать, о ком бы вы хотели услышать, для чего я делаю этот материал, чтобы вы не писали, вас просили, нет, меня не просили, но я хочу, дорогие мои, чтобы вы понимали, что именно жить надо по высоким программам, надо стараться жить по высоким программам, чтобы вы видели на примерах людей, которые иногда являются помехой, может быть, камнем преткновения, или же люди, которые, ну, действительно, служат низким существам, низким программам, и они же их кормят нашей с вами энергией. Дорогие мои, я желаю вам добра, здоровья, счастья, берегите себя и тех, кто рядом. Удачи. 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 Удачи.